дорожка давай сегодня у нас киа сид с галогерами фарме ситы св про бексинон и в это не похоже очень не слышали хоть и просят миллион так моторно-зак у нас много свободного места так это у них тут и от электроусилителя масло нальют тотали завода к метру какой-то непонятный что за фирмы там не помню уже много непонятной черной изоленты но есть прикол что сразу стоит комплектации лишь защита заводская пластиковая резинки конечно не по периметру сделан только спереди будет запрызываться грязью зато и шумка уже хорошо диски у нас стоят железные но зато резина континенталь и универсал так молодец сделано антигравийная обработка как у шкоды это хорошо на просвет конечно мизерный антенга как у бэхи зато дверки как у ситараена дизайн похоже оттуда слезали из восьмидесятых накладки на пороге сиденьки у нас профиль взял аккуратный но материал дешманский управление зеркалами у нас стоит на панели непонятно почему так сделали вид салона место сзади конечно вот меньше чем октаве сразу видно пластик двери получше чем встаете корову но наступает октаве естественно так как я ничего не обито все будет дребезжать узкие бесполезно помните ящички странная ручка какая-то так у нас аналоговые приборы мультируль конечно лучше чем даете новый октаве он не ровно так как все ничего не обито два прикуривателя на для сильно курячих людей машины и usb aux бардачок тоже как всегда не обито в таком классе все будет дребезжать но classic мягкий мягенький помягче он ставить корову и вот у нас а будут самый главный вот косяк этой машины этот ее магнитола двухцветная позорная магнитола у меня в отца 90-х годах на девятке было лучшим это урал называлась качество звука ужасные шкоде неровня болеро вообще просто разрывает этом не то на куски заклеим чтобы не позориться так мисс пепельцы у нас формочки из-под кексов подлокотник у нас глубокий но бесполезно так как он не выдвигается поэтому ерунда все это ткань бешманская синтетическая подсветка тоже обычная стоит у нас и зеркальце чтобы краситься кому нужно дополнительный экранчик насколько помню там часики вроде руль конечно лучше сделано то этот второй ряд сидений сажусь сам за собой естественно место значительно меньше чем в октавии но всего чуть чуть меньше чем в короле как всегда ничего у нас нигде не обито дешманская ткань на дверях пластиком пасек более-менее пойдет нет воздуховодов и деревянный пластик как видите он маленький подлокотник подлокотника 2 ряда нету вид багажника там сзади так везде корейский пластик зато нету у них это туннеля посередине он там не то что это он не незначительный лючок сделан добротно лучше чем то эти багажник на самое лучшее место этого автомобиля сделано получим в тойоте ближе к уровню октавию же идет много всяких крючков лючков и тайных отсеков даже удивило но в чем прикол все эти тайнотики они плоские неглубокие вы сможете получить такую плоская по бокам уже поглубже тут у нас еще опять прикрыватели крючки для сумочек даже две штучки и тут у нас уже по поглубже будет кейс уже так опять для крючков там крепежа багажник добротный чтоб конечно вот шторка бессмонтовая конечно и вот еще не госяк это вот дурацкая дверь ручки сделано неправильно хотя их и две штуки но вы закрывать неудобно надо хлопать соседу и дверь раз закрыть ведь сзади мы обязательно любители такой корейский дизайн здравствуйте шкодоводы сегодня будем рассматривать киа сид и новую skoda ну и предыдущий тоже я недавно осмотрел сид но не простую версию св она более подходит для сравнения со skoda машина немного удивило скажу по машине что она собрана по крайней мере лучше ее салон сделать чем toyota каких-то местах лучше чем mazda 6 сделано где-то такой же уровень не дали в брошюрку но там у вас предполагалось что у вас будет еще выступать человек который раньше владел сидом теперь у него skoda йети но не захотел быть на камеру но он рассказал свои претензии он два года владел сидом и основная его претензия была дорожный просвет который составляет 150 усида при этом просвете постоянно задевал все препятствия но это было пол беды с основное его недовольство было тем что когда машина как он сказал полностью груженая была но в заднем при находится два взрослых человека машина на трассе ведет себя крайне плохо так как ехать более 90 просто нереально машина на любой кочке раскачивается и начинать платка к лодке потом бьет до отбойника так он сказал насколько это правда не знаю но теперь далее по машине сид кого-то берет дизайном кого-то там чем-то еще вот багажник у него чуть чуть меньше чем у skoda получается выравнивается ровный пол но если присмотреться тут механизм складной сидений не такой простой и сделано все хлипенько но на мой взгляд откидывается нижняя подушка его спинка выпрямляется но потом там геморрой с ним с этим всеми вставлениями но это на любителя там все остальное увидели видео там у него всякие всякие лючки полочки это кому как удобно далее там руль ну не такой уж качественный материал но получим у тойоты ну вот основной косяк этих сидов всех и частности всей киа это паршивые магнитолы как вы видели на видео танцы стандартного магнитола там машина стоит почти миллион но магнитолу там двухцветная естественно никаких фотографий посмотреть не сможете и по мне это все сделано дешево на картинках все красиво но они все не так шоколадная как кажется пластик дверях дешевый панель местами мягкая местами дешевый пластик вот такую цвету почти у всех магнитол это походка это флагманская но я такой не видел там салон до кони не представлялась по салону ткань ну там была иная ткань ткань крайне дешевая ткань отбивки полная синтетика по бардачку там просто не заснял но когда я смотрел с менеджером чтобы открыть бардачок полноценно надо сиденьку отринуть назад может я когда садился у меня рос метр 83 при попытке открыть бардачок а он сразу упирается в колени мы нажимаем назад я отодлился на почти весь ход сиденьки и только тогда я смог и открыть полноценный бардачок чтобы можно было им пользоваться может он низкий но тогда я задал вопрос тогда как же задние пассажиры у них то место вообще не осталось стать в той версии у нас не было воздуховодов сзади так что там со всеми опциями сок такой сид то будет эту цен нету но там цена тоже будет за лимон далеко и обивка в дверях на очень все дешевизна ткань и чем прикол еще когда садишься в салон чувствуешь запах синтетики это как в рио ой это как время но время было посильнее но это тоже и еще прикол там по дверям двери не видно будет по дверям там уплотнитель сделай когда трогаете резина на дешевые резины которая легко порвется китайская какая-то также по фарам фары там стояли обычные галогенки про светодиоды или там бексинона никто вообще ничего не знает датчиков датчика света и даже там естественно нету лобовое стекло обогревается только в зоне дворников у skoda можно заказать все стекло чтобы грелась вот его магнитола полнейшая ерунда два цвета черный их знает какой управление зеркалами конечно удобнее чем у тойота не внизу но тоже не фонтан но тут все уж на любителя конечно кому-то нравится киев там еще прикол был подстаканник который заменять пепельницу или что он там он у меня у жены такие формочки для кексов из китая заказаны видать они тоже просто взяли сахитрили взяли формочку от кекса и поставили место полноценный пластиковый пепель ну и по характеристикам давайте пробежимся тут конечно странные показания так 14 у нас типа 100 сил при 5500 оборотах 1 и 6 у на 135 сил но крутящий момент 137 не тонов здесь один 157 при сопоставимой массе уж коды примерно по документам там на сайте тонны 250 все даже будет тяжелее вот эти показания откуда за ты неизвестно типа разгон у 14 12 секунды это медленно естественно 16 типа 7 и 6 ну не знаем может показать неправильно или там не чудо коробка как стоит просто с меньшей мощностью с меньшим украшем моментом при большем весе не может быть сид быстрее октаве по простому себе здесь такие же показания но тут иметь ввиду что 1 и 6 будет 10 секунд если с автоматом типа 76 ну возможно не чудо автомат кто знает я не проверял и банально получается что тот силу примером комплектации ambition если сравнивать со школой амбишен такой стоит миллион сто пятьдесят четыре тысячи будет более просторный салон в сиде меньше места и больше дорожный просвет и лучше подвеска но решать вам хотите берите сид хотите берите школу но kia все равно будет качество материалов хуже а далее на любителя кому был интересом подписан канал ставьте лайки до свидания